МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только день посадок деревьев. Это как-то более приятно, не знаю, как-то звучит. Да, об уголовном праве мы сегодня будем говорить, но чуть позже представим наших гостей, гостей первого часа, расскажем о том, что будем делать в часе во втором. Во втором часе после 12.05 к нам придет министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева, и мы будем говорить о реализации проекта поддержки местных инициатив в наступившем году. Как известно, буквально накануне праздников было анонсировано, что исторический рекорд у нас по заявкам, которые будут выполнены. 360, да. 360 проектов. Это самая крупная цифра, начиная с момента реализации проекта в 2020 году. Почти 10 лет уже. Тоже будет очень серьезная тема у нас во втором часе. Тут в последние дни идут сообщения о том, что в северных районах нашего региона активизировались волки. Ну как активизировались? Они там всегда довольно активно. Которую позицию занимают, пугают людей. И местных собак грызут. Да. И к нам в гости придется Дмитрий Анисимов, заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области. Какое заявление он сделает? Не знаю. Призовет идти в лес на борьбу с волками или все-таки предупредит о том, что это очень опасное дело? Ну и так. Гости нашего первого часа. Давайте сразу их представим. Потом уже обозначим тему. Собственно, будет уже понятно. Я думаю, что, наверное, тему стоит все-таки представить, чтобы понять, почему у нас сегодня такая серьезная и представительная, так сказать, делегация собралась за этим столом. Тема очень серьезная. Речь мы будем вести об уклонении организации от уплаты налогов и об ответственности, которая по этому поводу наступает. Соответственно, в гостях у нас сегодня Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев, партнер и адвокат Наталья Александровна. Добрый день. Добрый день. Елена Соболева, начальник правового отдела управления Федеральной налоговой службы по Кировской области Елена Валерьевна. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. И Антон Шавейников, руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области, майор юстиции Антон Шавейников. Антон Владимирович, добрый день. Добрый день. Ну, мы до начала программы выяснили, что третий отдел как раз-таки занимается налоговыми преступлениями, да? Да, так и есть. Ну, чуть поближе микрофон, пожалуйста. Мы, журналисты, собственно, постоянно слышим о том, что возбуждаются дела, да, как раз за неуплату налогов, осуждаются, предприниматели тоже, да. Вот если, например, в поисковой системе в любой, там, вбить Киров уголовное дело, неуплата налогов, там сразу же партянку выдаст, как там упоминаются дела и многолетней давности такие, те, которые были совсем недавно. Давайте сразу со статистики начнем. Ну, мы тут выяснили, что статистика у налоговиков и у Следственного комитета, она разная, да? Безусловно, разная. Да. Ну, давайте сейчас вот со следственного органа начнем. Ну, в 2017 году в Следственное управление у нас поступило 61 сообщение о преступлениях налоговой категории. По ним возбуждено 26 уголовных дел и вынесено 34 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. По 26 уголовным делам принято следующее решение. У нас 13 уголовных дел направлено прокурору, то есть для... Вынесение утверждительного заключения направления в суд. И по 16 уголовным делам принято решение о прекращении из них по 6 по основанию предусмотренным статьей 28 прим. 1, это в связи с полной уплатой задолженности по налогам организации. То есть, организация полностью закрывает задолженность, да? Организация, физическое лицо, да, они освобождаются от уголовной ответственности. От уголовной ответственности, да. В ряде статей, да, но не во всех. И по сравнению с 16-м годом, с 15-м у нас что, рост или на одном уровне идет? В целом идет снижение. Снижение? Снижение выявления налоговых преступлений. Это связано по многим вещам, в том числе и с минимизацией деятельности налоговой инспекции, но они более подробно вам расскажут об этом. Ну, даже не минимизация деятельности. Елена Валерьевна, начальник правового управления федеральной службы. Счастье, потому что выездных налоговых проверок сейчас проводится с каждым годом все меньше. Процент нарушений или доля нарушений, которые выявляются в ходе выездных налоговых проверок на сумму, которая превышает 5 миллионов рублей для организации, остается неизменно. Примерно 30% мы направляем в следственные органы для возбуждения уголовного отдела материалов. 5 миллионов вы упомянули планку, которая была недавно увеличена. Да, планка для юридических лиц, да, с 17-го года. Для физических лиц эта планка составляет 900 тысяч рублей. Для физических лиц это задолженность и всевозможные ЖКХ, штрафы, кредиты. Нет, это только налоги. Налоги, платежи в бюджет. То есть продала какое-то здание, не задекларировала, и вот эта сумма превышает 900 тысяч рублей. Тысяч рублей, да. Так, ну, то, что сказал Антон Владимирович, подтвержу. Возбуждение уголовных дел остается в процентном соотношении примерно на том же уровне, а в цифрах, если взять, то, конечно, их 2, 3, 4, ну, до 8, скажем так, дел примерно, вот, в 17-м году. Но статистика немножко по-разному, нас сравнивать. А в чем разница, поясните? Разница в том, что мы собираем информацию по делам, которые мы направили в отчетном периоде, и по этим же делам были приняты процессуальные решения. То есть либо отказы на возбуждение уголовных дел, либо дела были возбуждены. Ну, в Следственном комитете статистика немножко по-другому. То есть там учитываются и те материалы, которые были направлены ранее, и по которым процессуальные решения принимались уже в 17-м году. И вот еще хотелось бы, да, уточнить, поскольку у нас тут такой состав присутствующих, 32-й статьей налогового кодекса, конечно, закреплена обязанность налоговых органов направлять материалы в следственные органы. И хотелось бы узнать, у Следственного комитета бывали какие-то экзотические случаи возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, когда это было не по материалам налоговых органов. Не знаю, бывшие работники взяли и написали вам заявление о том, что, ну, не знаю что, наш директор скрывает в крупном размере. Бывших работников не было таких примеров, но сотрудники оперативных служб выявляли такие преступления, и они направлялись также в суд. То есть работа ведется параллельно с налоговой? Ну, меньше, потому что без налоговой все равно в этом процессе тяжело, в процессе выявления налоговых преступлений. Это их основная, наш помощник, либо их это роль в выявлении налоговых правонарушений и преступлений. Мы только именно работаем с тем уже материалом, который они насобирают в рамках своих проверок, чаще всего. То есть, ну, понятно, что налоговый специалист это суперподкованный человек, да, который вот видит, да, все эти вещи, где что происходит, он указывает следственным органам? Вот смотрите, тут составчик. Вы уже эти пазлы складываете в состав. Нет, они выявляют налоговое правонарушение, видят, что суммы по налоговому правонарушению, суммы неуплаченных налогов больше 5 миллионов по организациям. В связи с этим есть основания направления материала в следственный комитет. А уже следственный комитет определяет, есть преступление, нет преступления, возбуждает уголовное дело, либо отказывает в возбуждении уголовного дела. А можно поподробнее, как следственный комитет начинает работать в этом случае? После поступления материала, ну, чаще всего, это алгоритм, он стандартный, это назначение исследования в целях подтверждения суммы установленной налоговым органом суммы, установление умысла лица путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, получение объяснений от лиц, от работников, от контрагентов путем запроса информации у контрагентов в государственных органах и прочее. Насколько это трудоемко, много ли времени занимает? Ну, налоговые дела это самые объемные дела. То есть, сами материалы налоговых проверок составляют там несколько томов, а несколько коробок в основном. Несколько десятков томов. То есть, это уже в коробках измеряется, а не в томах. Уже тот материал, который они нам предоставляют. Чем крупнее организация, тем больше коробок. И это все следователь должен проанализировать, установить вину, установить, подтвердить сумму неуплаченных налогов, установить умышленность действий. Если это юрлицо, то это руководители организации, если это физлицо, то физического лица. И после этого собрать достаточное доказательство и направить дело в суд, прокурору в суд. Кстати, статистику по физлицам-то вы не подготовили? Или подготовили? Ну, по возбуждению могу сказать, что по 98-й статье у нас возбуждено 5 уголовных дел было в прошлом году. Как раз в отношении физлиц. В отношении физлиц, да. Может быть, просто сейчас, чтобы было понятие, давайте определимся вообще, какие статьи предусмотрены, что такое вообще, от каких налогов, от каких еще платежей вот это уклонение, оно как бы учитывается как возможное преступление, чтобы было понятно, о чем мы говорим. А этот вопрос я предлагаю разобрать уже после небольшой паузы. Хорошо. Полминуты. Итак, давайте разбираться. 198-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, она касается физических лиц, да? Да, это уклонение физлиц. А 199-я это уже юрлиц организации. Совершенно верно. 198-я ИП. ИП. Индивидуально предприниматели. Да, отключают себя предпринимателей. То есть это те случаи, когда предприниматели и физические лица либо не представляют налоговой декларации, либо включают в декларации заведомо ложные сведения. Давайте напомним сразу. Вот здесь вот как раз, погодите, еще начали говорить о том, в чем отличается именно налоговое преступление, после которого следует уголовное уже дело. То есть именно то, что человек не просто, скажем, не уплатил налог, скажем, задекларировал, но не уплатил, да? А он либо не задекларировал умышленно, либо внес какие-то ложные данные, да, ложные сведения. То есть я правильно понял, да? Занизил, да, налоговое. Это в знаке обмана. Обмана налоговой инспекции. То есть такие умышленные действия, то есть человек действует с умыслом для того, чтобы не платить этот налог. То есть вот как бы вот это черта, которая делается. Да, для того, чтобы налоговый орган не узнал, что он что-то должен, так скажем. А чтобы не платить, у нас, конечно, и предприниматели, и юрлица, и другие составы совершают, то есть, например, сокрытие денежных средств, либо имущество. Я просто говорил, что, Елена Валерьевна, что ты хотела добавить еще? Я хотела добавить, что конструкция состава по 198-й статье законодателям так устроена, что не умышленно, то есть так походе, у нас уклониться нельзя и причинить ущерб бюджету на крупную сумму. То есть диспозиция статьи предполагает все-таки включение в документы, либо в отчетность заведомо ложных сведений. То есть если человек включает заведомо ложные сведения, то уже состав преступления прорисовывается, скажем так, да? Прорисовывается, да. Но необходима еще сумма, на которую он занизит сумму налога. Ну и, соответственно... А из практики можем назвать размер занижений? Каков? Свыше 900 тысяч рублей. Да, это планка. Ну, из практики суммы совершенно разные. Ну, вы знаете, преступления не похожи друг на друга. Вот особенно, что касается по физическим лицам. То есть наиболее часто, можно сказать, встречающиеся схемы или способы совершения преступления, это не подача налоговой декларации в случае, например, продажи имущества дорогостоящего. То есть продал предприниматель или физическое лицо здание на сумму, ну, например, 50 миллионов рублей, и он просто не подает декларацию. То есть он получает доход, но не декларирует его? Он не декларирует этот доход, он не исчисляет налог со стоимости. Соответственно, раз он не задекларировал, он не будет исчислять налога. Да, и, соответственно, сумма здесь будет более, вот тот пример, который я привела, более 900 тысяч рублей, и, соответственно, он уже попадает уже на состав 198-й статьи. Так, давайте сразу напомним, декларационная кампания у нас в этом году, как обычно, до конца апреля. Как обычно, да. Как обычно, до конца апреля нужно за 2017 год отчитаться. Наталья? Да, или все уже пояснили? Ну, вкратце, да, я думаю, что информацию услышали. Можем еще глубже. Если глубже говорить, вот уже мы говорили с вами о том, что долго налоговые дела рассматриваются. Ввиду того, что идет налоговая какая-то проверка, далее следственные органы у нас проверяют, и хотелось бы сказать, что зачастую, когда преступления совершаются по частям первым, то есть это преступление небольшой тяжести, когда срок ответственности не превышает двух лет, бывают такие случаи на практике, когда следственные органы просто не успевают дело возбудить, либо, если они его возбудили, им приходится прекращать за истечением сроков давности. Какой срок давности? Два года. По преступлению небольшой тяжести. Да, это в отношении физических лиц по обеим частям данной статьи, а по 199 в отношении организации по первой части небольшая тяжесть два года, а по второй части особо крупный размер, где предусмотрен. И группа лиц. И группа лиц, да, предварительный сговор там уже до шести лет. Ну да, у меня как раз консультант открыт, плюс вот я смотрю, да, две части, соответственно. А на каком этапе, интересно, вот когда Антон Владимирович приводил примеры, как добровольно платят, да, и прекращается уголовное дело, на каком этапе происходит изъявление желания? Ой, сейчас я заплачу только, вот, пожалуйста. Совершенно на разные. На разные? В том числе в ходе следствия могут заплатить, могут заплатить в рамках еще рассмотрения в арбитраже, когда арбитраж проиграет. В рамках уголовных дел, до удаления суда в совещательную комнату, в том числе, пожалуйста. То есть на любом этапе совершенно? На любом этапе, до вынесения решения, да? До вынесения приговора, так скажем, да. Именно вот та сумма неуплаченная или государство сверху что-то еще требует? Штраф. Штраф. Нет, достаточно уплаты суммы налога, которая была сокрыта, была неуплачена в бюджет, поэтому... Пение штрафов еще. Пение штрафов. Согласно выездной налоговой, ну или какой-то налоговой проверке, начисляются пение штрафа, и они должны также быть оплачены для прекращения в порядке статьи 28.1. Порядок суммы можем привести для примера из вашей практики в последнее время? По каким суммам, то есть может человек заплатить и достать сколько там из... Вдруг обнаружить у себя в загашнике и заплатить? Совершенно разные ситуации. И 20 миллионов, и 15 миллионов. Ну то есть сколько доначислили штрафов, то есть столько уплатил и освобождаешься от ответственности. Нет такого, что я сейчас заплачу ровно до того, чтобы мне на состав не хватило, то есть не в полном объеме. То есть должен был 5 миллионов 300 тысяч, 300 тысяч заплатил, и вот я такой молодец и ушел от уголовной ответственности. Нет, такого не будет. Еще вопрос, когда вот так вот, если условно дело дошло до суда, то суд выносит приговор, там приговаривает, скажем, злоумышленника, да, к какому-то сроку, а вот сама сумма, которую он не уплатил, она каким образом потом взыскивается? Она взыскивается либо в порядке гражданского иска, либо если гражданский иск не был предъявлен налоговыми органами, либо органами прокуратуры, то, ну, обычное исполнительное производство. То есть в любом случае, помимо вот этого доказания, налоги все равно заплатить придется. Либо организация, либо физическое лицо. То есть уплачивает либо то лицо, либо лицо, которое было приговорено. Тут в зависимости от того, что с организацией. Если она функционирует, то есть она нигде не в банкротстве, не ликвидирована, то есть такой способ возмещения, как получение самой организации. Если с ней что-то происходит, вот тогда мы рассматриваем уже это физлицо. А с учетом расширения института субсидиарной ответственности, в том числе по долгам юрлиц, то тут однозначно руководители и те лица, которые принимали какие-то решения относительно вот в том числе уплаты или неуплаты налогов, они в любом случае будут своими деньгами отвечать однозначно. Ну, еще нужно иметь в виду, что у нас в декабре месяце Конституционный суд вынес определение 19-п, которым как раз вот прописал о том, что Наталья Владимировна говорит, институт субсидиарной ответственности. И только после того, как организация невозможна будет к уплате налогов, только после этого налоговые органы, государство, прокуратура и так далее могут предъявлять претензии к физлицу. При этом нужно устанавливать не только, скажем так, сумму, степень виновности, но и само лицо. Само лицо. Потому что это не всегда руководитель. Это могут быть и учредители, так сказать, и акционеры, да? И финансовый директор, допустим, это может быть, и главный бухгалтер. В зависимости от того, какие у них полномочия. В зависимости от того, кто принимал решение по неуплате налогов, кто там скрывал какие-то денежные средства. То есть не всегда генеральный директор, к сожалению, или к радости. Смотря какая ситуация. Он может быть и не в курсе этих всех. Я думаю, такое бывает редко, но иногда такое действительно случается. Бывает, видимо, такое, что он может быть и в курсе, но, скажем, условно говоря, его автографа нигде нет. И он говорит, что я не знаю. Директор может быть номинальным просто. Или проживает где-нибудь за границей, или далеко. Ну да, делегировался полномочия по подписанию документов определенным лицам. Но и бывают другие ситуации. Бывают ситуации, когда директор, который прекрасно владел всей ситуацией, который давал поручение бухгалтеру, ну, это уже органы следствия устанавливают. Тем не менее, в суде пытается эту вину переложить на главбуха, на юриста. То есть такие ситуации у нас тоже в практике были. Суд, рассмотрев все вот эти обстоятельства, вину все-таки устанавливает нашего директора. И говорит о том, что само перекладывание ответственности, само перекладывание вины с себя на тех лиц, которым ты даешь указания, оно противоречит просто, скажем так, сути ведения деятельности организации через гендиректора. То есть это бессмысленно. То есть все равно это видно все? Да, это, во-первых, видно, во-вторых, так просто не нужно делать. То есть нет в этом никакого смысла, потому что суд это учитывать не будет, раз ты гендиректор должен отвечать, я так правильно понял, да? Конечно. Должно отвечать то лицо, которое имело умысел на уклонение от уплаты налогов. Кто вот эти все действия производил, о которых мы сейчас говорим. Это мы все еще про 198 статью еще. Почему? Нет, это не все. Мы просто, как бы, в 2008 мы сказали стандартную схему, когда индивидуальные предприниматели совершают факт такой неуплаты. Я думаю, организации это гораздо больше возможностей и придумывания каких-либо схем для неуплаты. Потому что когда слушаешь вот эти дела, там начинают излагать каким образом, смотришь там такие эти нарисованные схемы, ну вот эти вот туда-сюда деньги куда-то ходят, бегают, бегают, бегают. Да, мне кажется, это несложно для понимания. То есть налоговый орган начисляет нам какой-то налог, выставляет картотеку на счет. Своим расчетным счетом я пользоваться не могу, но мне как-то надо работать. Мне надо платить зарплату, оплачивать там какие-то расходы, не знаю, поставщикам там что-то оплачивать. И я начинаю думать, да. И у меня есть какая-то дебютерская задолженность. Я говорю третьему лицу, что ты не плати на мой расчетный счет, потому что я знаю, что деньги будут списаны в уплату налогов, а ты заплати меня, за мне непосредственно, заплати за меня третьему лицу. Вот это тоже образует состав. Это уже другой состав, 119.2. Сокрытие денежных средств от уплаты налогов. Мне кажется, это классическая ситуация, потому что просто другим способом предприниматели работать не могут. Нет, ну речь же идет о том, что иногда люди там умышленно занижают прибыль, чтобы не платить налог. А это уже схемы налоговые, да. То есть вот эти схемы, они какие-то есть уже стандартные, чтобы приходит человек практически сразу, и говорит, да, вот слушайте, у вас тут похожая знакомая схема предприятия. Вы к нему приходите и прям по глазам уже видят. Ну не по глазам, условно говоря. Что-то проверено по документу. Ухомные стандартные вот такие вещи, как пытаются организации уходить, вот занижать налоги или куда-то уводить там деньги или что-то еще. Да, схемы стандартные. У нас в регионе используется, я бы сказала, лишь несколько из тех, кто вообще, из которых возможно... Из всего списка, да, там сказать только несколько, да? Из всего списка, но обычно это что может быть? Подделка документов, фальсификация данных бухгалтерского учета, не включение в доходы того, что нужно включить, и включение тех расходов, которых действительно не было. Далее, это может быть нарушение, связанное, скажем так, с заведомо неправильным определенным стоимостью имущества. То есть, опять же, здесь вопрос... Заниженная оценка? Да, заниженная оценка. Вопрос, опять же, к умышленным действиям. То есть, как мы говорим, уголовно-правовое направление вот этих налоговых правонарушений все-таки предполагает еще и заведомо ложность, умысел. То есть, все твои действия направлены на то, чтобы не уплатить налоги, либо уплатить их в меньшем размере, чем положено. Вот эти все схемы, о которых сейчас много говорят, создание фирм, от дневок, сдабление бизнеса и прочее все. Как у нас это? Мне кажется, что это очень все прозрачно сейчас стало налоговым органом. Очень все прозрачно, да, благодаря внедрению определенных программных комплексов. У вас, да, мы знаем, постепенно все-таки система цифрализуется, или как она? Цифровизация. Цифровизация идет, да, и продукты. Можно контрагентов своих уже как бы проверять. Вы это все видите, просто вы видите. А это может вы видите налогоплательщики. У нас ведь сейчас очень много на сайте ФНС размещено сервисов. И проверь свой бизнес, и прозрачный бизнес. Проверь контрагента. Да, проверь контрагента. Ведь у нас подавляющее большинство налогоплательщиков работают честно. Вот я бы так сказала. И вот та доля, ну что это такое? 100 проверок в год при таком количестве налогоплательщиков. При этом из 100 проверок только треть материалов, они идут уже с уголовным оттенком. То есть и по сумме, и по... С дужком уголовным. С криминальным дужком. С криминальным дужком, да. Поэтому, в принципе, скажем так, криминогенная ситуация по налоговым преступлениям, наверное, я бы не сказала, что складывается там печально или еще как-то. Вот. Потом налогоплательщики, они приходят, они спрашивают, они стараются все-таки выяснить для себя, будет риск, не будет риска. То есть перед тем, как что-то сделать, они придут и посоветуются. Да, и так бывает. Бывает, когда во время проверки, то есть налогоплательщик, да, он видит действительно, что не проявил он, ну вот если мы говорим о 16-17 годах, не проявил должной осмотрительности, да. А где должен был я сделать это? Где я должен был посмотреть? Условно говоря, если вот вы пришли с проверкой, да, на предприятие уже с такой, с выездной, да, вот вы говорите, у вас вот здесь то-то, то-то, то-то. А можно это в ходе проверки все устранить, доплатить и чтобы... Да, такое тоже часто бывает. То есть мы ведь говорим о том, что налоговый орган передает материалы в правоохранительные органы. Когда? Когда есть неуплата по требованию. Да, давайте я уточню. 32 статья, пункт 3, которую сейчас открыть Наталья Александровна, предполагает нашу правомочие, нашу обязанность, я бы даже так сказала, передача материалов в следственные органы в случае, когда свыше двух месяцев налогоплательщик по требованию не уплачивает налоги. То есть это не сразу же после вынесения решения идет этот процесс, а только после выставления требования, вот срок для добровольной уплаты есть, и от него мы отсчитываем два месяца. И только потом уже материалы уходят в следственные органы. Да, да. В определение либо размера налоговой базы, либо применяемых налоговых ставок, либо льгот. То есть у него не было умысла на неуплату налога в процессе финансово-хозяйственной деятельности, но сумма налога может получиться достаточно приличная. И вот в этом случае мы, конечно, мы, по крайней мере, сейчас подходим к этому достаточно осторожно. То есть как бы все-таки даете человеку возможность исправить ситуацию, да? Ну, если, скажем так, умышленного не видим, отношения налогоплательщика, то мы общаемся. Я прошу прощения, рекламу пора нам выпустить в эфир. Вернемся через полторы минуты. Редактор субтитров А.Семкин от России по Кировской области. Володь, хотел напомнить, что у нас же есть на сайте опросы. А у нас еще номер телефона 211-101. У нас серьезные специалисты собрались, уважаемые. Есть такой опрос интересный наших слушателей и на нашем сайте, и в группе ВКонтакте. К предпринимателям, которые уклоняются от налогов, я отношусь. И пять вариантов аж ответа. С пониманием. Вариант ответа такой. С презрением. Второй вариант ответа. Мне их жаль. Четвертый мне очень нравится. Я сам такой. И последний, Аня, об этом не задумывался. Володь, ну что у нас там? Много ли самих таких? Следственным органам и налоговым, наверное, интересен больше всего вариант «я сам такой». Ну, безусловно, да. Три процента проголосовавших. Три процента, да. Три процента проголосовавших. Ну, видишь, те, кто сами такие, они не любят, чтобы об этом говорить, да? Да. Ну, в целом, вот так складывается. На сайте эхкирова.ру лидирующий вариант 60%. Мне их жаль. Вот так снисходительно, да? Ну, санкции серьезные вот такие, да. Точно так же 60% почти с пониманием относятся к таким людям на нашей странице ВКонтакте. Тут где-то был комментарий интересный, по-моему, от Александра. Ну, а как иначе? Если не обманешь, то ничего не заработаешь. Принцип у нас якобы в такой, в государстве. Это один из комментариев у нас. Ну, а почему надо обманывать государство? Естественно. Ну, просто менталитет такой, смотрите, вы предприниматели, что я плачу налоги, и чего-то обратного, обратной услуги какой-то я не вижу. Вот не вижу. Плачу, плачу, очень много плачу, прям миллионами плачу. А что для бизнеса? Ничего. Вот, наверное, где умысел у них и появляется, что давайте-ка занизим. Все равно мне от этого выгоды никакой нет. Покажите мне тех, кто не уклоняется от налогов. Да, вот Александр комментирует. Но Елена Валерьевна сказала, что большинство-то у нас добросовестно исполняют эти обязанности. Антон Владимирович, мы знаем, что у вас конкретные примеры есть. Давайте послушаем все вместе, что же на самом деле происходит. Да, у нас было интересное уголовное дело, оконченное в прошлом году. Это в отношении директора по общим вопросам одной из фирм города Кирова, занимающейся реализацией запасных частей. Директор по общим вопросам? Что есть такая должность? Ну, вот его должность так звучала. Также он являлся, в том числе, одним из учредителей данной организации. Уголовное дело окончено с направлением суд по пункту Б, части 2 статьи 199 Уголовного кодекса. Это крупный размер. У нас, если предысторию рассказать этого дела, у нас налоговый орган проводил камеральную проверку. Четвертого квартала, по-моему, 2014 года выявил правонарушение, после чего насчитал порядка 5 миллионов, неуплаченного налога чуть больше, после чего организации мигрируют в Москву. То есть, меняют налоговую прописку? Там была связана с поставкой приводных цепей в 2014-2015 годах. Общей стоимостью приводной цепи, общей стоимостью более 200 миллионов рублей, являются эффективными и были заключены в целях получения организации налоговой выгоды по налоговому вычету при уплате НДС в размере более 30 миллионов рублей. При этом учредитель передал указанные эффективные договора и считав фактуру в бухгалтерию организации, тем самым дал указание включить содержащиеся в них данные в бухгалтерскую отчетность и налоговой декларации. В рамках расследования уголовного дела в результате получения информации из Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в специализированных научных центрах было достоверно установлено, что марка металла, якобы использовавшаяся для производства вышеуказанных приводных цепей, применяется в Российской Федерации для производства ракетных двигателей с последующей поставкой их по экспортным контрактам в США и незначительным в количестве в атомной промышленности. На самом деле, это смешно. Кроме того, благодаря информации, поступившей от оператора системы «Блатон», было достоверно установлено, что транспортные средства, якобы осуществлявшие доставку указанных приводных цепей на территорию организации, в интересующий следственный период находились в иных субъектах Российской Федерации и не могли осуществлять доставку. А, сейчас же все фиксируется. Какой транспорт? Да. Отслеживание больше грузовым. — Таким образом, транспортные накладные, предоставленные налогоплательщикам, содержали недостоверные сведения, в том числе проводили обыска. Это всего лишь две цепи, которые они приобрели, и каждая цепь стоила 100 миллионов рублей. Цепь, обычная цепь, в которой они нарисовали себе НДС, входящая в общую сумму порядка 30 миллионов рублей, и не заплатили в бюджет. — Тут надо пояснить, мы до начала программы определились НДС по другой статье, квалифицируется Уголовного кодекса. — Нет, это же самое. — То же самое. — А мошенничество? Тогда что? — 159. Это возмещение. — А, возмещение НДС, да. — Это когда ты требуешь то, чего ты не должен требовать, в том числе мошенничества, обман. — По эффективным, по воздушным документам. — То есть уклонение, когда ты не додал государству, а мошенничество в виде незаконного возмещения НДС, когда ты просто у него пытаешься взять. — Представляю эффективный документ, ты пытаешься получить необоснованные деньги у государства. — И как долго вот это расследование? — Полгода у нас заняло это объяснение. — А вот то, что они сменили прописку, это как-то удлинило следствие или вообще никак не спасло товарищей? — Без разницы, да. — То есть это как бы то, что они попытались... — Не спасает вас. — Они в конце концов-то в суде, так скажем, заплатили, но заплатили уже не бюджет Кировской области, а по месту прописки. — То есть они только заплатили по другому адресу? — Так скажем, по месту новой регистрации. — Приковор-то какой был вынесен в итоге? — В связи с оплатой дело было прекращено. — Елена Алиевна, сталкиваетесь с этим, что начинаются претензии как раз по налогам, и организация пытается слиться в другую регион, уйти? — Бывает такое? — Процесс миграции, да, имеет место быть. — Нет, вот чтобы намеренно, прям намеренно, вот в связи с возникшими подозрениями... — Ну вот Антон Владимирович правильно сказал, что уголовное преследование, если взять, что налоговое правонарушение. То есть решение выносится, организация в другой регион мигрирует, но это не освобождает от уплаты налоговый бюджет, просто уплачивается он в тот регион уже по месту нахождения, по новому месту нахождения этой организации. — И может еще, хотела я добавить, может еще повлечь за собой еще одну уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений в ИГРУ, если она фиктивно переезжает, то есть можно себе заработать еще на один состав. — Я-то хотел спросить, вы же все-таки адвокат, да? Вот человек, по-русски говоря, влип, вот попал в нехорошую историю. Чем адвокат может помочь в данной ситуации ему? Как адвокат себя ведет в таком случае? Я просто не очень понимаю. — Адвокат может рассказать, каким образом можно прекратить уголовное дело, то есть не получить приговор, не получить судимость. Если все доказательства будут не в пользу подозреваемого и обвиняемого, то я думаю, что любой адвокат посоветует уплатить налоги. — И спать спокойно. — Ну и спать спокойно, да. — Дома на постели. — В случае, если человек готов рискнуть, и он, конечно, не чувствует за собой состава вины. — Нет, но он может не чувствовать, адвокат же, он знает. — Но мы разъясняем, ведь это право его соглашаться с нами или нет, занимать свою точку зрения. Бывают такие случаи, когда они не соглашаются и говорят, что платить не будут, дело рассматривая. — А бывает так, что удачно оспаривают вот эти вот вещи? — Ну, бывает, да, конечно. Параллельно с возбуждением уголовного дела бывает и оспаривают требования решения налогового органа. Иногда, сейчас все реже и реже, удается доказать правоту свою, что повлечет за собой прекращение уголовного дела. — А там присутствует такой момент тоже, признаю свою вину, не признаю свою вину, это тоже влияет? — Нет, это арбитражные процессы, они параллельно идут. То есть что-то начислили, суммы посчитали, может быть, бухгалтер ошибся. — Может быть, налоговый орган. — То есть оспаривание суммы это через арбитраж проходит? — Да. То есть это параллельно. — Если юридическое лицо подает заявление либо индивидуальной предпринимательности, физическое лицо — это суды общей республики. — У нас минуты чуть меньше остается. Хотел задать вопрос о реальных уголовных тюремных сроках. Много по этой линии? — Реально. В Кировской области практики такой нет реально. Я не видел срок в особом порядке. Только московские суды сейчас начали создавать практику внесения приговоров. — За решетку прям. — Это по 199-й, да? — Да, по 199-й. — По 159-й реальные сроки. — По 159-й. — Там ответственность другая. — Это ощущение. — Ответственность другая и состав другой. — По практике еще можем добавить, что у соседей в Коме, в республике Коми, тоже реальные сроки 2-2,5 года. — 2-2,5 года. Ну что, делаем вывод, что налоги-то все-таки надо платить? — Безусловно. — Для этого не нужно было целый час, по-моему, обсуждать. — Так понятно, налоги надо платить, безусловно. — В этом году, в 2018-м, уже есть прецеденты поступления материалов из налоговой? — Нет, уже два уголовного дела направлены в суд в этом году. — Уже в этом году, да? — По 198-й, правда. — Мы говорим налоги на платить, а жизнь продолжается. — Спасибо большое. Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Адвокат Елена Соболева, начальник правового отделения управления ФНС по Кировской области. И Антон Шавейников, руководитель третьего отдела, который занимается как раз-таки налоговыми преступлениями Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области. Майор юстиции. Спасибо большое за разъяснение. До свидания. — Спасибо. — До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok